Львов и проблемы, которые не решаются, зато есть обещания. Цена проблемы обещаний в материале Андрея Кравца. Анатолий Семенёк, бывший служащий Департамента управления имуществом Львова, один из тех, кого не напугать даже смертью. Три года назад, во время утренней пробежки, получил четыре удара ножом от неизвестных. Били профессионально, в почке и сердце, выжил чудом. И продолжает на основании документов изобличать того, с кем сразу не сработался. Вот на примере этой виллы столетней давности. А за этим стоит бродная оборудка Садового. И я так понимаю, что этот объект, эта вилла перейдет на основную, безумно, так званую громадскую организацию, а останется в кишине міського головы Львова. И это, я думаю, зрозумело всем. Посмотрите, какая тут территория, посмотрите, будильник. И посмотрите, какая привабливая улица. Таких примеров управления коммунальной собственностью по городу десятки. Из пяти военкоматов во Львове остался один. Военкомов выселили. Здания, которые год стоят с выбитыми стеклами. Хотя, по оценке Семенюка, только вот этот дом по улице Коновальса мог бы приносить в казну города 4 миллиона гривен в год. Или этот красивый дом рядом с вокзалом мог бы быть продан под отель за сотни миллионов гривен. Коллега Семенюка Виктор Черномский подсчитывает, сколько не получил бюджет уникального украинского города. Львов – один из многих мест в Украине, в которых бы почти наторгнулася война. И тут есть, что красить. В этом Андрей Иванович хорошо поднатолен. По подразумению правозахисных громадских организаций, за час его коденции, место недоотримает от 4 до 6 миллиардов гривен. Львовянин Виталий Копчин в радиусе полукилометра указывает на успехи садового в градоуправлении. Внизу по улице разрушен до фундамента старинный дом украинского композитора-патриота Ярослава Ярославенко. На небольшом участке дороги напротив, по данным КРУ, украли до сотни тысяч гривен. Стрийский парк рядом внезапно недосчитался 7 гектар. Его возмущают, что об этом опыте абсолютное большинство украинцев не знают. И теперь он может быть перенесен на всю страну. Такого пиарщика, как он, нет. Люди верят, чуть не молятся на него. Потому что слова говорят правильные. Возьми и сделай. Но мы уже проявляли, возьми и украдай. Это однозначно. Потому что не может Андрей Иванович... Понимаете, сейчас, если смотреть с точки зрения глобальной политики, он же, знаете, его не влаштовывает, типа сад, якому пропонували, там, великий в городе. Он видит на президента Украины. Андрей Кровец, Константин Григорьев. Подробности. Телеканал Интер.